приветствуем вас в здравии и в прекрасном настроении вы на канале раиса горяченко дача сад огород цветы близится 2022 год и нам огородникам садоводам дачникам да и всем земледельцам хочется хоть на мгновение заглянуть в весну в лето наступающего года чтобы определиться с овощными растениями которые мы сможем выращивать и получать хороший результат давайте сегодня рассмотрим одно из таких растений это барыня огорода капуста какие сорта нужно выбрать когда сажать и какие агроприемы нужно применять для получения увесистых витаминных кочанов различных капуст или соцветий но прежде просим на несколько секунд отвлечься и подписаться на наш канал поставить лайк этому видео и поделиться этим видео с теми кого вы любите кому желаете всего только самого хорошего а теперь поехали выращивание капусты как и других овощей абсолютно нет никаких мелочей все в технологии важно начнем с себя они должны быть качественными и отечественные и иностранные должны быть с высокой всхожестью и энергией прорастания с полным соответствием сортовым качеством с устойчивостью к заболеваниям и вредителям плюс для выращивания в условиях резкого изменения климата нужны сорта и гибриды которые будут пластичными к весенним заморозкам и высоким летним температурам то есть капуста должна быть выносливой при вот этих сейчас установившихся погодных качелях и при этом должна иметь нужные прекрасные вкусовые качества при хорошей урожайности селекционеры разных стран в этом деле преуспели создавая ранние и средние сорта капусты для длинноиграющих сортов то есть для позднеспелых сортов и гибридов которые выращиваются для хранения вопрос пока не решен из-за того что в последние годы в летнее время устанавливается очень высокая температура воздуха и температура почвы становится губительной для корневой системы да и самого растения например у нас на юге было сложно выращивать позднеспелые капусты поэтому многие переходили на среднеспелые сорта или гибриды со сроком вегетации от 85 до 100 дней и это кстати хорошо получается благодаря вашим вопросам и фото которые вы отправляете нам в течение сезона мы сегодня составили план этого видео и начнем с актуальных вопросов которые поступают обычно вот в конце зимы весной и в начале лета у многих весной 2021 года рассада поражалась черной ножкой что же это такое и откуда оно берется этот вопрос волнует не только начинающих огородников но и опытных заболевание черной ножкой может поразить даже профессиональные семена если почва грунт который мы готовим или даже субстрат какой-то то что мы для рассады делаем и готовим вот а если вот эти компоненты подготовлены просто спустя рукава почва грунт и сами семена для рассады необходимо обрабатывать раствором триходермина или ризолина вот появился еще один такой препарат это биопрепараты биофунгициды ну а фермеры обычно используют химические препараты например максим превикор энерджи идеальные условия для развития черной ножки это переувлажнение почвы грунта или субстрата а также той почвы в теплице или огородов которые высаживается рассада ну естественно если посевы загущенные и отсутствует вентиляция это актуально для теплиц поражение происходит во время прорастания растения капусты до фазы двух-трех листьев на глубине около двух сантиметров при этом на стебле образуется черная и водянистая такая перетяжка которая загнивает и в результате капустное растение погибает и многие мне высылали фотографии уже лежачие просто одновременно вся рассада полегла мы в свое время кстати высаживали капусту в теплице и даже при посадке здоровой рассады в почву при поливе в жаркий день а затем резком похолодании на верхней части стеблей капусты появлялись вот эти потемнения на корневой шейке образовывались такие перетяжки из отмершей ткани корневая система почти не развивалась вот таких растений естественно мы ожидаемого результата то есть увесистой головки капусты на растение не получали а когда вытягивали это растение из земли то видели вот эту черную так называемую перетяжку которая называется черной ножкой также в черной ножке могут привести поливы растений рассады в так называемые гнилые дни это время нахождения луны в знаке стихии воздуха мы часто об этом говорим и называем эти дни когда луна находится в знаках весы водолей и близнецы так что эффективно используйте наши агрогороскопы для полива и для других агро приемов которые на нашем канале заранее выставляется и доступны каждому без какой-либо оплаты следующий вопрос касается уже растущих растений капуста на грядке огородники выращивающие капусту весной и в начале лета сообщали нам что в фазе завязывания кочана и в дальнейшем на листьях образовывались такие бурые слизистые пятна на некоторых растениях отгнивали отгнивало вот само основание кочана иногда при соприкосновении с кочаном кочан легко отпадал от стебля это заболевание называется слизистый бактериоз источником инфекции служит почва растительные остатки и не протравленные и не подготовлены к этому семена но самое главное это нарушение оптимальных условий которые приводят растения капусты к заболеванию у нас в теплице и парнике это происходило в тот период когда после того когда наступали достаточно жаркие солнечные дни и температура в теплице поднималась до 25 28 и 32 градусов и вот в это время после полива у нас вот такая история была быстро образовывались вот эти маслянистые пятна быстро увеличивающиеся в размерах в периоды полива вот этот происходил процесс однажды даже при открытии боковых стенок и дверей у нас почти вся капуста погибла это был тоже опыт и причем солидный опыт потому что было очень много капусты и вот такая история произошла но опыт это дорогая штука кроме черной ножки слизистого бактериоза в 2020 2021 годах проявлялись такие заболевания как фазориозные введания альтернариоз сосудистый бактериоз кило и другие что же делать чтобы снова не столкнуться с такими спорами грибковых заболеваний с такими заболеваниями для этого в первую очередь рассмотрим климатические условия весны и всего 2022 года это очень и очень важно погода в чем-то будет похожа на уходящий 2021 год но разница будет состоять в том что весна будет затяжной холодной а в мае вот резко начнется летнее тепло но будут в июне снова же обильные осадки которые будут выпадать хорошо на хорошо разогретые растений почву и вот высокая влажность почвы и воздуха в прохладном апреле будут создавать условия для сбоя многих физиологических процессах процесс в растениях капусты корни в это время не смогут питаться и естественно не смогут доставлять во все органы растения нужные такие нужные макро и микроэлементы ведь для нормального роста капусты нужна температура воздуха от плюс 15 до плюс 20 градусов и температура почвы не должна резко отличаться от температуры воздуха и также нужно обязательно помнить что температура воды для полива должна соответствовать температуре воздуха и должна составлять от плюс 18 до плюс 20 градусов пойдем дальше рассмотрим лето 2022 года нептун отвечающий за все воды на земле и на небе тоже весь год будет во влажном знаке рыбы но вот с 28 июня и по 3 декабря он будет ретроградным а когда нептун ретроградный тогда у него руки завязаны и тогда такого количества влаги которое при директном движении не бывает мы уже это убедились и наблюдали несколько лет далее юпитер также будет в рыбах и он будет рыбах с начала года и до 11 мая а затем перейдет в знак овен и будет там находиться до 28 октября так что нас ожидает очень жаркое лето там и марс еще присоединится со своими грозами и молниями и тоже жарой так что лето будет в такое аномальное и снова во многих странах и регионах нельзя будет выращивать поздние спелые сорта капусты нет их можно будет посадить но в эту жару они просто не растут эти растения высокие температуры отрицательно влияют на рост и продуктивность капусты вольготно будут себя чувствовать при таких высоких температурах и при засухе вредители капусты поэтому возвращаемся к теме универсальных среднеспелых сортов на их возделывание не понадобятся 130 150 дней с огромными финансовыми и физическими затратами эти сорта нам понадобятся всего-навсего от 85 до 100 дней так что вот это очень важно сорта и гибриды среднеспелых сортов капусты у каждой семена отческой фирме есть обязательно в наличии изучайте доступные вам время еще есть но а что касается цветной капусты то для нее также оптимальная температура нужно от плюс 15 до плюс 20 градусов при температуре выше не происходит образование вот этих прекрасных соцветий ради чего мы и выращиваем эту капусту растут только листья причем большие и цветная капуста очень чувствительна к заморозкам что не наблюдается для белокочаны поэтому не спешите ее высаживать в ранние сроки в открытый грунт идеально подходят парники различной конструкции которые в холодные дни удерживают вот эту нужную оптимальную температуру а в жаркое время их легко открыть и снизить температуру ну что ж давайте подытожим то что мы сегодня уже рассмотрели для пассива семян всех капуст на рассаду нужна температура от плюс 18 до плюс 20 в крайнем случае 22 градуса далее период вегетации для в это время капусте нужно от плюс 15 до плюс 20 градусов поливы проводим теплой водой от плюс 18 до плюс 20 градусов не увлекаемся чрезмерными поливами в холодные периоды а также исключаем для полива так называемые гнилые дни мы уже об этом сегодня говорили это дни когда мы поливаем во время дней стихии воздуха водолеи близнецы и весы рассаду мы выращиваем в возрасте 35-40 дней с оптимальной высотой 7-8 сантиметров не переращиваем ее сильно и должно быть 3-4 листика но с мощной корневой системой для этого используются обычно кассеты а затем пересадка в стаканчики или горшочки а можно сразу сеять семена в стаканчике а затем даже перевалку сделать если будет холодно это касается северян особое внимание обратите на покупку триходермина и ризоплана которые понадобятся с момента посева я уже нашла в магазине именно в порошке триходермин очень хорошая вещь и в любое время ее можно этот препарат биофунгицид развести и использовать а теперь о подкормках о подкормках без подкормок без питания без полного меню без первого второго и третьего компота так называемого наша капуста расти не будет нет она расти будет но урожай мы не получим для каждого вида капусты есть свои какие-то предпочтения но для всех капуст важны азот фосфор калий кальций сера смотрите если внесли много азота и нет серы в питании капусты то азот не дает ожидаемого результата капуста растет но не на головке идет вся энергия а в свою очередь сера не работает без фосфора а фосфор доступен растению при наличии кальция смотрите как это интересно все взаимосвязано сера один из самых основных микроэлементов для капуст кроме усвоения азота благодаря сере образуются органические вещества и аминокислоты сера влияет на качество воскового налета во время вегетации это очень важно а теперь о кальции помните в прошлом году уже в этом и в прошлом году мы говорили о том что кальций нужен в этот переходный период когда сильно жарко для растения нужен кальций капусте тоже очень нужен кальций и он способствует образованию продуктивной мощной корневой системы улучшает качество капусты особенно для переработки вот эти среднеспелые сорта капусты для того чтобы хорошо заквасилась капуста вот нужен обязательно кальций во время вегетации для капусты недостаточное количество кальция является одной из из причин растрескивания капусты важную роль в транспортировке и распределении элементов питания а также в процессе дыхания и окисления в капусте в каждой клеточке капусты играет также железо и медь а бор бор влияет на внутреннюю структуру структуру кочана на его плотность внутренних листьев также бор отвечает за накопление и распределение сухих веществ за восприимчивость сердцевины к загниванию одним словом нужен капусте баланс питания полное меню сейчас продажи кстати имеются специальные удобрения для выращивания разных овощных растений в том числе и для капусты причем для капусты в разные периоды вегетации можно купить и такие удобрения но еще несколько буквально слов о магнии он особенно нужен на кислых почвах при отсутствии магния проявляется на капусте межжелковый хлороз такая листья такие словно мрамор листья становятся ломкими растения капусты отстают в развитии поэтому будьте внимательны к кислотности почвы определите ее заранее очень важно знать кислотность почвы вашего огорода оптимальная ph для высокого урожая капусты составляет 7 единиц сейчас есть различные лаборатории для того чтобы определить можно и почтой отправлять в эти лаборатории для того чтобы определить кислотность почвы своего огорода и о вредителях и болезнях частично мы о болезнях говорили в начале видео выбирайте сорта гибриды капусты с устойчивостью к различным заболеваниям например мои знакомые в этом году выращивали капусту правда она средне поздние средне поздний гибрид мензания называется она устойчивая к сосудистому бактериозу и фузариозу а также в этой капусты высокая толерантность поражению трипсами смотрите и против вредителей и против болезней отлично продумали селекционеры создавая этот гибрид капусты поэтому и сначала идем магазин смотрим все что есть записываем идем домой изучаем все что касается характеристик данных культур данных сортов и гибридов и изучаем также в интернет магазине магазинах то что вам доступно и разобравшись в этих вопросах покупаем только тогда уже семена и о вредителях нельзя умолчать это серьезная проблема особенно в последние годы свирепствуют различные клопы черепашки тля просто разноцветная появляется белянки ну и другие вредители крестоцветная обложка в жаркое время ну и нужны для этого обработки бел инсектицидами и укрытие агроволокном после обработки только так можно избавиться потому что проходит день-два открытые капустные растения и сюда снова же новые вредители полностью буквально облепливают наше растение иначе от вредителей не спасти нашу барыню огорода кстати химические препараты при высокой температуре бесполезны бесполезны для обредителей но они ядовиты для организма человека они накапливаются в капусте а также накапливаются в почве и почвенных водах поэтому будьте внимательны очень жаркое лето нас ожидает и нужно к этому подготовиться возможно можно будет использовать и какие-то настои народные средства все это будем изучать будем использовать аптечные препараты но нужно уже заранее к этому готовиться сегодня мы с вами рассматривали очень важную тему я ее назвала так агрогороскоп для капусты в 2022 году очень серьезная тема мы постарались рассказать о тех проблемах которые возникали в прошлые годы и в нашем опыте и то что вы спрашиваете то что присылаете нам сообщения фотографии и мы стараемся сообща разбирать все эти вещи для того чтобы не повторялись вот эти бывшие уроки не становиться на те же грабли уже в 2022 году мы раиса горяченко и александр волик подготовили это видео для вас прощаемся желаем вам всего самого доброго желаем вам крепкого здоровья отличных праздников и естественно хорошей основательной подготовки к сезону 2022 года до встречи в следующем видео пока пока